Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Это все было намного проще. Я училась в спецмузыкальной школе Микуляш-басита по классу фортепиано. И всегда думала, что я буду пианисткой как мама. Я начала петь в возрасте 13 лет. И это помогло мне зарабатывать на жизнь с детства. Это нам с мамой было очень кстати. И я пела на свадьбах. И вот про меня кто-то рассказал Булату. А он немножко. Да, что вот есть девушка, она неплохо поет, она владеет фортепиано. Может быть ты ее прослушаешь? И вот он пришел в баситовскую школу меня прослушать. Я его знала, он был очень знаменит. Тем более группа «Арай», группа «Астудию». Это были наши кумиры. И вот он пришел такой, хорошо одетый, с таким московским лоском. И я простая 16-летняя девчонка, черти в чем. Я очень стеснялась, убежала от него под лестницу. Да. А потом вылезла. И в тот день так и просидела. На следующий день да вылезла из под лестницы. Просидела под лестницей. Не вышло. В общем, он меня послушал. Честно признаться, я свое вокальное творчество никогда серьезно не воспринимала. Ну, и не воспринимаю особо по сей день. Для меня певица вот сидит. Роза Куанышевна, знаете. Да. Но Булату понравилось, как я пою. И он говорит, давай попробуем что-то сделать вместе. Та песня, которая просто взорвала радиоэфиры, была на первых строчках хит-парадов не только в Казахстане. Девочка в платьице белом грустною быть с ним умела. А теперь ты одна. Это был самый первый хит уже до этого мюзик-кола. Да, это вот наша знаменитая песня «Девочка в платьице белом», которая была специально написана мною для Карины на слова Еркеша Шакеева. Еркеш как раз был здесь в Алма-Ате, я тогда трудился в Москве. И мы с Кариной звонили с Москвы и просили «Еркеш, напиши текст». И вот он по телефону нам продиктовал. Это тоже речайший случай, вы знаете, что песня стала хитом. Потому что очень хороший текст, во-первых, написал Еркеш. Она чересчур интеллигентная для хита эта песня. Да, и мы не ожидали, что эта песня станет хитом. Но как впоследствии оказалось, на всем пространстве СНГ крутили и до сих пор крутят. Это одна из любимых песен Аллы Борисовны Пугачевой. Ну это еще и любимая песня Владимира Преснякова. Он даже перстень подарил. Совершенно верно. Да, что это за история? Вы знаете, вот... Это его бывшая жена не очень любит эту историю. Мы работали в Москве. И как-то, значит, на запись... Еще я написал еще одну песню, дуэт. И решили попробовать ее записать с Володей Пресняковым. И вот так он пришел к нам на студию. Но он когда услышал эту песню, девочку, и он все время искал, кто поет эту песню. Тогда еще Карине... Мы не были знакомы, близко так. И вот он пришли, я говорю, вот познакомься, это Кариночка, все такое. Он такой подошел и так... Я даже не знаю, у него как-то и слов не было. Он взял со своего пальца, снял этот перстень и подарил... Огромный золотой перстень с бриллиантом. Но я его, правда, не вижу... А кто жена была на тот момент? Лена Ленская. А-а-а. Красивая девушка. Но когда они уходили, она говорит, а где твой перстень? Он говорит, он теперь не мой. Он теперь Каримин. Ну ладно, вы знали, что у Карины такие знаменитые родственники? Или вы потом, Карина вам рассказала об этом? Вы знаете, я вот к своему стыду не знал, потому что я работал с Агнаем Абдулиным. Я потом узнал, что племянница у меня такая. Или он скрывал от меня, понимаешь, в Арае. Или как, ну, я еще как-то не заходил. Но действительно, потому что не было какого-то момента, наверное, для этого. Потому что я же... Никто не предполагал, что мы будем с Кариной работать, понимаете? Когда я говорю, господи, да это же Сагина племянница. Сага это мой друг близкий. Я говорю, господи. Да какая у тебя племянница, как она поет? Но я все-таки хочу показать архивное видео. У нас есть очень редкое дедов Карины Абдулиной. Давайте посмотрим на них. Моя радость, ты и яркий мой. Приходи, приласкай. Моя радость, ты и яркий мой. Браво, браво. Расскажите, кто это? Кем они вам приходятся, эти люди? Я вам скажу прежде всего, что братья Абдулины, это величайшие представители оперного искусства и искусства Казахстана в целом. И я это говорю не потому, что я являюсь их прямой наследницей, родной внучкой Решата Макимовича Абдулина. Не потому, что здесь сидит Сагнай Муслимович, сын Муслима Макимовича Абдулина. А потому, что я являюсь музыкантом с академическим образованием, и с высоты своего образования и, прошу прощения, интеллекта, могу уже, будучи взрослой женщиной, судить о том, что это были за величины в искусстве. Булат говорит, что у меня красивый тембр. Многие люди говорят, да, у тебя красивый голос, но это не моя заслуга, это ведь от них передалось. От осины не родятся апельсины, и в этом плане мне, конечно, безумно повезло. Это великое счастье нести в своих венах такую знаменитую кровь. Бесспорно. Сагнай Муслимович, ну как вам успехи племянниц, расскажите. Ну, Кариша, во-первых, это наша гордость, гордость нашей семьи, нашей фамилии. Я хочу сказать, что она вот с самого детства, с младенчества была очень самостоятельной. Я ни разу не слышал от нее никаких просьб, там, помочь куда-то ее продвинуть, что-то там подсказать кому-то. Никогда такого в жизни не было. Она всего добилась своим трудом, своим талантом. Я помню ту великолепную передачу, это... Юрий Николаев. Юрий Николаев, она называлась... Утренняя звезда. Утренняя звезда. Утренняя звезда. И когда я со своим отцом, мы сидели у телевизора и смотрели передачу, совершенно случайно. Мы не знали, что будет выступать Карина. И показывает Каришу, которая спела великолепный мировой хит и на таком высоком уровне. Вот мой отец сидел и плакал. Спасибо большое. Спасибо. Карина, но ведь мама вас воспитывала практически одна, да? От вас... Да, так жизнь сложилась. Мама и папа развелись, когда я была маленькой. Мы жили вместе с мамой. Мама у меня была удивительная. Она была очень талантливая. Я даже, знаете, вспоминаю, как в конце 80-х годов мама поехала с Ермеком Серкибаевым на гастроли в Ливию. И вот никогда в жизни не догадайтесь, что она привезла мне в подарок. Ну, нормальная мама что привезет ребенку? Какую-нибудь одежду, конфетку, да. Мама мне привезла портрет Каддафи. Такой он был тогда молод, красив, в расцвете, в этом мундире. И она повесила его на стену и говорит, Карта, ну посмотри, какой интересный мужик. Мне понравился портрет, я его купила, это тебе подарок. И вот Каддафи всю жизнь у меня перед глазами висела. И когда так трагически закончилась его судьба, я это расценила как даже какую-то личную трагедию. Да, серьезно? Вот такая была мама. Но при всем вашем таком генеалогическом древе вы очень непросто жили, ведь, в те годы, да? Ну, было, было такое. Ну, в те годы вообще всем жилось непросто, особенно если женщина воспитывала ребенка одна. И, вы знаете, это меня и толкнуло на заработки. И, возможно, если этого не было бы, то я сейчас не сидела бы в этой студии, потому что я пошла петь, чтобы заработать, а благодаря этому мне встретился Булат. Вы сказали, вы в 13 лет пришли петь в ресторан. Нет, не в ресторан. Нет, я пошла во дворец пионеров петь в ансамбль. Там был наш руководитель, к сожалению, его нет в живых уже, Канат Тулебаевич Мукаев, который сразу разглядел во мне талант и способность очень быстро все запоминать, владеть инструментом. Он купил такую Ямаху-самоиграйку, научил меня на ней играть, и мы с ним пошли на свадьбу. За первую свадьбу он дал мне рубль. Да. Потом три, потом пять, десять, пятнадцать, двадцать пять, пятьдесят. И в 11 классе я зарабатывала 100 рублей за свадьбу. Было в неделю две-три свадьбы, в то время как мама получала 120 рублей в месяц. С ума сетей. И мама мне говорила, когда ты родилась, я так расстроилась, я так мечтала иметь сына. А сейчас я понимаю, что Бог знает, что делает. Ты мне стала опорой. Лучше всякого охламона, который гулял бы где-нибудь. Вот так вот все получилось. Вы-то с таким теплом рассказываете о маме. Конечно. Наверное, для вас был огромный удар, когда она ушла. Дело в том, что она была настолько неординарная, настолько необычная. И она мне все время говорила, дочи, я смерти не боюсь. Когда мы рождаемся, конец нам предопределен. Поэтому, когда я умру, ты обо мне не плачь. Но я плачу о ней вот уже 17 лет. Я потеряла мать в 20-летнем возрасте. И тогда я, ну, не состарилась, конечно, но в миг повзрослела. Мы улетели в Америку на запись альбома. И вдруг на полпути мне звонят и говорят, возвращайся. Я приезжаю, дома стоит этот гроб с бездыханным трупом. Это большой стресс. Это горе, которое не пройдет никогда. Причем люди, которые теряют родителей в любом возрасте, знают, что это такое. Ну, так распорядилась судьба. А на папу на своего вы в обиде? Нет. Мой папа называет себя вольным сыном эфира. Как можно быть на него в обиде? Я прошу просто выдать нам фотографии, показать ваших родителей. Вот это они только поженились. Они очень красивая пара. Очень красивая, да. В театре их называли Марио Ланца и Мерлин Монро. Папа закончил Москву в консерваторию, прекрасный вокалист, мама пианистка. Вот это мы с папой. Но я похожа одновременно на обоих. Вообще, конечно, они очень талантливые оба человека. И мне мать рассказывала. Я, говорит, сижу за роялем, и в класс заходит твой отец. Ей выписали урок с молодым вокалистом. И когда, говорит, он зашел, он был настолько красив, я обомлела. Он действительно, он до сих пор красив. И когда он открыл рот и начал петь, я услышала его божественный тембр голоса. И я сказала, вот от кого я рожу. Ведь, по-моему, она не ошиблась. А что это за история о том, что вы в детстве писали Михаилу Сергеевичу Горбачеву письмо? Да, писала. Мне даже пришел ответ. Да? А о чем вы просили о чем-то? Люди, которые застали советские времена, должны помнить, что к нам каждое лето приезжал Луна-парк. Чешские аттракционы. Да, да. Помните, да? Я жила в районе парка Горького. Как раз Луна-парк останавливался в парке Горького. Мы ходили туда, смотрели на эти заграничные красивые аттракционы. Очень хотелось что-то выиграть. Билет стоил 60 копеек. Это было достаточно дорого. И я помню, я так хотела выиграть кубик Рубик и жвачку. И вот бросала эти шарики, а выиграла почему-то простой карандаш. Мне стало настолько обидно, я поняла, что это крайне несправедливо. Я пошла в детский мир и посмотрела, сколько стоит простой карандаш. Он стоил 3 копейки. А я заплатила за билет 60. И тут я поняла, что с каждого билета чехи 57 копеек кладут себе в карман. Я поняла, что надо что-то делать. И я написала письмо Горбачеву. Я написала, уважаемый Михаил Сергеевич, пишет вам Карина Абдулина из Алматы, мне 12 лет. И я хочу пожаловаться вам на чешский Луна-парк. В общем, долго излагала ему историю про вот эти 3 копейки, 57 копеек с каждого пионера. А вы представляете, сколько пионеров проходит за день? И отправила письмо, написала Москва, Кремль, Горбачеву и уехала в пионерский лагерь. Приезжает мама в середине сезона и говорит, паразитка, ты писала письмо Горбачеву? Я говорю, да. Собирайся, нас вызывают в органы. Письмо дошло до Кремля. Мне показали его, на нем стояла красная печать в форме вымпела Москва-Кремль. И там сказали, разбирайтесь на месте. В общем, все закончилось благополучно. Мне подарили бесплатное приглашение на все аттракционы парка Горького. Потрясающе. Булат, ну давайте уже возьмем в руки гитару. Ну вы знаете, я с удовольствием сыграю. Хотя 17 лет я проработал в России, но я везде всегда, где бы ни появлялся, я всегда говорю, я с казахской земли. Поэтому разрешите, я сыграю нашу музыку, казахскую музыку. Встречается Булат Сыздыков. Ну а сразу после рекламы мы, Булат, обязательно расскажем о том, как вы закапывали деньги и хотели получить вдвое больше. Булат Сыздыков. Булат Сыздыков. Булат Сыздыков. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот соседка, где мы живем, вот я. Первый класс пошел. Вот дедушка мой, дядя Срымбет. Это я с ним сижу, вот он меня воспитывал. Это мы с мамой. Ну, это вот уже постарше там. Это баловались в армии. Хиппи, была тоже хиппи здесь. Немножко тогда модно было, это хиппо-валь. Вот Рамбалакин Жабалеевна сегодня у нас здесь, заслуженный деятель республики. Я думаю, что все карагандинцы знают нашего Булата. Можно сказать, что он действительно истинный карагандинец. Родился в Караганде, учился в Караганде, рос в Караганде. У нас есть младший брат фестиваля Алмата «Моя первая любовь». Фестиваль называется «Караганда. Город юности моей». Абсолютно, да. И вот после первого фестиваля Булата возникла идея, и он обещал ко второму фестивалю написать песню о Караганде. На эту песню есть замечательный клип. Булат спускался в шахту, в шахтерском, в шахтерской робе. Потом выходит из шахты, как все шахтеры, почти черный весь. У нас, кстати, есть кусочек этого клипа, давайте посмотрим. Да, это очень интересно. Вот какой уж год, все время я в пути, но мне роднее места не найти. Для сердца моего ты путеводная звезда, город мой родной Караганда. Если продолжить тему отношения Мизиколы к Караганде, есть другая замечательная песня. Настолько вот Карина поняла труд шахтеров. Да, я написала песню про жену шахтеров. Да, да, вот я как раз хочу об этом сказать. А если вы помните, у нас в Караганде несколько лет назад была трагедия на шахте Абайская. Погибло несколько десятков человек. Вот они были на этой шахте, встречались с шахтерами. Тема там какая? Шахтер спускается в забой, уходит в темноту, а дома ждет жена, родная, любимая жена. Ждет и ночами не спит. И, Кариночка, спасибо вам за эту песню. И я хочу сказать, хочу сказать, что когда я собиралась сюда, на эту передачу, шахтеры узнали об этом, благодарили вас, Кариночка и Булат, и передали такой небольшой сувенир. Знаете, это хочу вот показать. Это что такое? Вот вы знаете, что у нас замечательный коксующийся уголь марки К7. И вот, вот это слиток вот этого коксующегося угля. Спасибо большое. Настоящий. Спасибо огромное. Большое спасибо. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Булат, я просто хочу попросить вас посмотреть в зал. Да. Никого ли вы не узнаете из сидящих там? Ой, я что-то... Смотрите внимательно. Вы знаете, я вот сижу, вот перевожу, вот все родные люди, но одно лицо у меня вот прям... Не Владимир Иванович, а-то Кострыкин. Конечно, Владимир Иванович Кострыкин, ваш друг детства, который специально прилетел на эту программу, чтобы встретиться с вами. Боже мой, 42 года прошло. 42 года, Володя. Ой, Боже мой. Володя. Ну вот, пожалуйста, такие сюрпризы нам наш телевизионный канал ПТК, да, преподносит. Володя, очень рад тебя видеть. Владимир Иванович, расскажите, когда вы познакомились с Булатом, как это было? Мы с Булатом познакомились в 71-м году. Там Булат. Он тогда еще был учеником, где-то, наверное, 9-го класса. Да, да. Да? А я на третьем курсе института учился. Руководил ансамблем в Федоровском ДК. И вот гитаристов забрали в армию. Пришел Булат, Гена Долгов. Играли на танцах и на конкурсах, на смотрах. Танцы сразу приобрели такую по городу известность. Наш ДК стал популярным. Ехали с дальнего конца города к нам, чтобы побывать на танцах. Ну, конечно, это все благодаря Булату. Вы знаете его таланты. Дорогие друзья, я хотел бы добавить. Владимир Иванович Кострыкин. Прекрасный баянист. Он всю жизнь занимается тоже музыкой. Профессионал. Вот в ансамбле играл у нас на бас-гитаре. И вот он как раз сплотил и создал. Он нас, пацанов, вот собрал. И где-то вот, пожалуйста, с его руки вот так пошло помаленьку. Первый руководитель Булата. Первый руководитель. Ну, а вы о мюзик-поле услышали когда? Я Булата знаю с 76-го года, когда мы гастролировали в ансамбле Гульдер. Таскан Укапов, мой муж, собирал самых талантливых музыкантов. Это композитор Талгат Сарбаев. Это Мурат Абусиитов, бас-гитара. На барабане играл Тахир Ибрагимов. На саксофоне Виктор Николаев. На гитару, конечно, он позвал Скараган. Караганды Булата. И, конечно, когда он приехал в Алмату, он жил в общежитии, мотался по квартирам. Розочка, можно я здесь скажу? Вы же знаете, что нам не сразу дают квартиры, какие бы мы звезды не были. Роза, Роза, ну вы скромно говорите. Дело в том, что Роза упустила один момент. А мы все работали под руководством Кабиена Кинжибековича, директора. Когда пригласили, Таскан ему сказал, вот есть музыкант в Караганде. Значит, надо пригласить. Он, все, давайте приглашайте. Хороший он такой был, с юмором. И говорит, квартиру ему дадим, говорит. И вот проработал. Он так и не дал мне квартиру. Хотя я был приглашенный музыкант с другого города. И вот Роза Куанышевна с Тасканом, я ей всю жизнь буду благодарен. Она пошла на встречу. Димаша Ахмедовича. Да, Димаша Ахмедовича сказала, у меня работает талантливый гитарист, вот ему надо негде жить. Вот так я получил квартиру. Ну я думаю, что пора спеть что-нибудь, Роза Куанышевна. Не откажете нам в этом. Я правда с Булатом уже сколько лет не пою. Ой, мы давно не... Роза, с удовольствием. Почти 40 лет мы с тобой не поем, давай вспомним. Встречайте, Роза Рымбаева была от Сыздыков. А сразу после рекламы, почему мюзикола уехала в Москву и от чего вернулась? Не переключайтесь. Три слова, будто три огня, придут к тебе средь бела дня. Придут они порой ночной, огромные, как шар земной. Придут они издалека, сердца пронзая и века. Какие старые слова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова. Ах, как кружится голова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это уже называлось «Алмата-студио» тогда. У нас есть один маленький привет вам из Москвы. Давайте посмотрим. Мы работали вместе у самых истоков группы тогда еще «Алмата». Сначала «Алмата-студио». Я очень хорошо помню наши первые репетиции. Я помню очень хорошо его гитару, такой «Вишневый Гибсон». Тогда для нас это была единственная гитара. Мы на нее вот так смотрели, молились. Мы всегда, когда садились на репетиции, он говорит, «Постойте, постойте, а сейчас давайте вот такой аккорд возьмем». Мы говорим, «О, класс». А он, «Нет, нет, я еще один возьму аккорд, вот такой». Ну, в общем, мы его так в шутку называли академиком, профессором. Несмотря на то, что он такой мужественный карагандинский мачо, но в душе он очень тонкий и такой нежный человек. Спасибо большое. Про вот этот московский период. Сколько лет вы проработали в Москве, получается? Десять лет мы там прожили, проработали. И мы еще успели застать то время, когда не нужно было ни за что платить. Мы просто записывали песни, приходили в компании, предлагали. Благодаря этому выпустили альбом «Девочка платьится белым». Потом выпустили альбом «И они забудут тебя». Потом поехали на конкурс в Нью-Йорк, Big Apple Music 96, где нам посчастливилось взять первое место среди 16 стран мира. Но у вас и приметила Алла Борисовна Пугачева, да? Ей очень нравилась песня «Девочка в платьице белым». И в одном из своих интервью она даже сказала, что это одна из любимых ее песен. И она удивлена тому, что в наше непростое время люди все еще пишут такие красивые песни. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрим отрывок из клипа, к которому Алла Борисовна приложила руку. Внимание. Че показывать-то? Это ж кошмар, бардак. Такое устроили. Рояль убрали от стены. Со стены убрали портрет. К стенке поставили мюзиколу. Да благодаря без графиц они вдруг очутились в игровом автомате. Чудо. Я убиваться не буду Грустью, одежду, губя Но я тебя не забуду Я не забуду тебя 15 лет назад это было у нее на даче. Это были рождественские встречи. Клип с Баттером. Певица и саксофон тоже снимался в Москве. Нет, в Алматы. Нет, в Алматы? Да. Как возникла эта история? Какова история этой песни? Нет, мы писались в Москве. Нет, клип снимался здесь. А клип здесь, да. Дело в том, что я безумно влюбилась на курорте. Честно признаться, уже даже не помню, в кого я влюбилась. Но это не важно. И сочинила эту песню, которая в принципе описывает все, что на тот момент со мной происходило. Мы с удовольствием послушаем эту песню прямо сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Лето прошло, опали листья, в парке у моря ни души. Стихли, аккорды, нет певицы, и саксофон давно молчит. Пусто на сцене уличной, льет слезы осень вновь и вновь. Там, где звучала музыка, там, где жила любовь. Где-то в дари от столицы бархатный пляжный сезон. Над морем кружили птицы, казалось, все это сон. И сердце боялось остановиться, когда закружили ее в танцыон. Чувственно пела певица, нежно звучал сексофон. Карина Абдулина и Була Цыздыков. Сегодня у нас в гостях в программе «Девочка в платьице белом». Но прежде чем, Карина, мы поговорим о вас как об актрисе, я хочу показать один маленький фрагментик из видеоклипа. Поговорим об этом. Как вы осмелились показаться обнаженной. Знаете, есть такая пословица, голь на выдумке хитра. Была очень красивая песня, а есть и по сей день Арман Жолдар. И очень хотелось снять клип, а суммы нужной на клип не было. На антураж, на декорации. И тогда мне в голову пришла идея обнажиться и быть разрисованной рукой умелого художника. Критики вы получили, да? Да, меня критиковали, считали, что это некрасиво, в плане того, что это пошло. Но на самом деле уже в те годы этому клипу больше 15 лет. Уже появлялись российские клипы, где девушки были практически обнаженными, с широко, извините, раздвинутыми ногами. И я в дискуссиях доказывала, что это искусство. Эта песня по сей день любима народом. И клип до сих пор вызывает какие-то ваши вопросы. А это говорит само за себя. Кстати, я хотел добавить, что из Казахстана впервые тогда на MTV попал клип именно этой песни. На MTV. На MTV, да, песня на казахском языке. И, кстати, на электронный адрес писали письма огромное количество людей, русских, со всей России. «Пожалуйста, научите меня казахскому языку». Какая красивая песня, какие красивые слова. Мы хотим понимать, о чём она. Сатабал Дыжалилович, ну расскажите, как вы увидели корень Абдулиной актрис? Неожиданно случилось, неожиданно получилось всё это. Когда ты в запуске, просто на производстве фильма, да, есть такой период, такой неприятный такой период, теперь это называется, подготовительный период и кастинг, модное слово, кастинг. Долго искали. Мы целое лето, куда только не ездили, чего-то не хватало. Однажды я уже загнан в угол, через несколько дней я должен выехать на площадку съёмственную, на натуру, а актрисы нет ещё. Однажды я, уставший, просто сижу, смотрю телевизор, камера пошла налево, и знакомое вроде лицо, но незнакомое. Я уставший сидёл, а девушкам начала отвечать, и камера, по мере её ответа, медленно приближается к её лицу, лицо вот, это называется американский план. И вдруг на первый план вытаскиваются глаза. Она пронзительно смотрит, улыбается, ласкает тебя, но в глазах глубине смотрю, такая неизбывная тоска. Вот я вздрогнул. Дослушал, досмотрел это интервью, и тут же, несмотря на ночь, просто я позвонил оседку, и говорю, срочно найди её, Карину Абдулину. Через дня два она пришла, вот опять у неё, она улыбается, и в глазах что-то, вечно у неё, она, у неё, в глазах что-то, в зрачках что-то творится, мгновенная какая-то смена настроения, состояния. Она и проверяет, и любопытствует, вообще, загадка для меня. Я говорю, сестрёнка, у русских есть великолепная поговорка. Не боги горшки обжигать. Давай попробуем. Давайте посмотрим уже отрывок, что из этого получилось. Внимание на экран. Поверь мне, мусенька родная, всё ещё будет. Ничего уже не будет. Меня поражает, как ты до сих пор этого не понимаешь. Детей у нас нет. Скидываемся по углам. Мустафа, я должна тебе кое-что сказать. Я не могу больше молчать. Столько писем всех расстреляли. Твоих близких, родственников, друзей. Никого не осталось. Карин, ну тяжело было сниматься у такого мастера. Это было потрясающе интересно. Дело в том, что режиссёр Нарымбетов, он и славится тем, что он умеет открывать актёров. Он разглядел во мне талант, о котором я сама не подозревала. И прикоснуться к такой истории, стать её частью, такое ощущение, как будто я прожила чью-то жизнь. И всё это благодаря вот этому замечательному человеку. Сакенова, низкий вам поклон. Спасибо. Но сегодня много у нас сюрпризов. И ещё один привет из Москвы ждёт вас прямо сейчас. Внимание. С Кариночкой мы познакомились несколько лет назад в Каннах после концерта. Я считаю, что эта встреча была судьбоносная. Мне Бог послал Кариночку. И когда я с ней пообщалась, я увидела, насколько это добрый, чистый человек и фантастически талантливый. С тех пор завязалась не только наше сотрудничество, но и дружба. Потом у меня в репертуаре есть такая замечательная песня называется «Вспоминай меня». Вспоминай меня, когда сердце ласки просит. Вспоминай меня, когда прочь тоска уносит. Мне нравится, что Карино, она развивается, она не стоит на месте. И я очень рада, что она делает не только коммерческую музыку, но и музыку для души. Ты мой чужой, Близкий ты и далекий, Ты ветер степной, Свет души и одинокой души, Что не может покоя найти На бренном своем пути. Кариночка, я, может быть, это по-хорошему, завидую тебе, что рядом с тобой есть такой творческий рыцарь, как Булат, который с тобой уже не одно десятилетие, которому ты доверяешь как родному человеку. Я хочу прежде всего пожелать ему здоровья, чтобы он тебя так же оберегал, как цветочек. Кариночка, а тебе я хочу пожелать просто женского счастья. Я тебя очень люблю, надеюсь, или ты ко мне скоро приедешь, или я к тебе. И ждать тебе еще новых песен. Это певица Зара специально для вас. Огромное спасибо. Вы написали для Зары уже не одну точно песню. Около 30. Около 30. Да. И еще и гимн МЧС России в исполнении этой певицы. Я пишу песни всю свою жизнь, и столько песен уже написано, что все их спеть просто невозможно, поэтому я стала ими делиться. И одна из наших совместных работ это гимн МЧС России, который утверждал лично Сергей Шойгу, будучи тогда главой МЧС. Из 30 гимнов он выбрал гимн, написанный мною. И для меня, конечно, это было большой честью, поскольку гимн прозвучал в Кремлевском дворце съездов на праздновании Дня МЧС. И я видела, как спасатели в зале плакали. Для меня, как для автора, конечно, это было самым главным. Мне кажется, вы с Зарой даже чем-то похожи. Абсолютно нет, не похожи. Нет? Нет. То, как вы разговариваете, мне кажется, есть какое-то сходство. Ну, просто мы интеллигентные девушки. И я попрошу наших уважаемых режиссеров дать один аудиофрагмент. И наших уважаемых гостей, я думаю, он заинтересует. Внимание. Дамы и господа, добро пожаловать на борт нашего самолета. Занимайте, пожалуйста, кресло согласно вашему посадочному талону. Легкую ручную кладь размещайте на багажной полке. Тяжелые вещи под сидением впереди стоящего кресла. Согласно требованиям безопасности необходимо отключить мобильные телефоны, компьютеры, радио и электронную аппаратуру. Напоминаем вам, что курение на борту воздушного судна, включая туалетные комнаты, строго запрещено. Благодарим за внимание. Вы узнали? Это ведь новый голос эйростаны. Карина, как так произошло вообще? Мы с Булатом, гастролеры со стажем, нам доводилось летать на таких кошмарных авиалиниях и на таких воздушных судах. Ну, что греха таить, мы все боимся летать. Но когда ты садишься в самолет, и тебя встречает голос, от которого тебе становится на душе тепло, то мне кажется, что это дорогого стоит. Кариночка, ну, для нашей студии давайте попросим кусочек на казахском языке прямо сейчас. Ханымдар, мен мрзалар, шахборт на кушкейлендзер. Талонда кюрсет леген, орынгажайга сапотерларынез дубэйтнемез. Назарларынзарахмед. Потрясающе. Я, конечно, понимаю, что об истории группы Мюзикола и о ваших историях частных можно рассказывать бесконечно. И ни одна программа нужна. Но наши телезрители очень ждут от вас новых песен. И мы всегда рады слышать Мюзиколу в эфирах радиостанций. Спасибо. И в финале Песня «Огонек». По стране мороз гуляет, но морозу не вдомек. Как мне душу согревает мой любимый огонек. Он как солнышко сияет и как звезды при луне. Путь мне светом озаряет и любовь он дарит мне. Золотой мой огонек, мой любимый паренек. Сердце ты моё согрел яркой искоркой горел. Золотой мой огонек, feed меня вберег. Ты орешек мой лесной, колокольчик звонкий мой. Золотой мой огонек, мой любимый паренек. Сердце ты моё согрел Яркой пискакой горел Золотой мой огонек От бедри меня сберег Ты орешек мой лесной Колокольчик звонкий мой Спасибо, группа Мюзикова! Ваши аплодисменты! Ток-шоу закончено, дорогие друзья! До встречи в эфире! Субтитры сделал DimaTorzok